Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, влог, болтология, украшения, ароматы, вспоминашки, рассуждашки, рассуждалки. И, как обычно, даже тут у меня, возможно, в это же видео я помещу ответ на комментарии. Ну, в общем, смотрите. И снова об ароматах. Моя любимая тема. Ну, по-моему, и ваша тоже, да, девочки? Все мы любим ароматы и украшения. Мне задали вопрос, моя зрительница, чем заменить вот эти духи прелестные, цветочный аромат In Bloom. Он, конечно, появится снова у Avon, это понятно. Но они почему-то периодически этот прелестнейший аромат снимают с продажи. Мне лично это непонятно, как и многим другим. Но я скажу вам, я, как любительница цветочных ароматов, в общем-то, заменила бы его, пожалуй, ароматом Елисейские поля. А у меня не было этого аромата. И я даже не знала о существовании такого аромата. Но однажды я просто в магазине приобрела вот эти духи. Это уже закончилось. Это пустая бутылочка, пустой флакончик. Довольно некрасивый. Вот с какой-то пластиковой такой... С пластиковым воротничком, я бы сказала, да. А потом случайно, просматривая видео, иногда на меня такое находит. Я очень люблю видео просматривать иногда, особенно по осени, видео парфюма маньяков. И я увидела вот похожее оформление духов. И узнала, что, оказывается, они называются Елисейские поля. То есть у меня версия вот такая недорогая совершенно Елисейских полей. Это очень приятный цветочный аромат. Очень приятный, утонченный. Конечно, он совершенно... Этот аромат и аромат Инблю, они совершенно разные. Но вы знаете, вот это настолько цветочные, тонкие, приятные, нежные цветочные ароматы, что, в общем-то, попробуйте. Попробуйте, пока Инблю нет, попробуйте. У меня, говорю, версия, а вы попробуйте натуральные Елисейские поля. Я сама хочу их попробовать. Я попрошу свою дочь Мариночку. Кто не знает, заходите на ее канал, подписывайтесь. Вот, я попрошу Мариночку. У нее там есть сайт, на котором она себе все заказывает. И духи в том числе. И я попрошу ее ближе к осени уже, чтобы она мне тоже заказала вот такие вот Елисейские поля. Только уже не версию, а Елисейские поля. Чтобы я их ощутила в полной их красоте. Ну вот, это то, что я хотела сказать по поводу... Еще один вопрос. Девочки, вы спрашиваете, как я наношу вот масло ЖЖБА на лицо, да? Умылась, натерла, промокаю ли я его? Нет. Я не промокаю. Я втираю в кожу, оно впитывается. И дальше я, если не забываю, то наношу еще и крем. Ну, в данное время я наношу обычно крем от загара. Вот, а если не такое палящее солнце, то тогда я наношу просто простой крем от Эйвен Ромашка Овес. Полкилограмма, там что-то около 70 гривен стоит. Ну, не полкилограмма, 400 грамм, да? Вот, и я не парюсь насчет кремов. Волшебные кремы я не верю. Я верю просто в то, что кремы, да, действительно, они помогают, они улучшают кожу, смягчают, увлажняют и так далее. Но первонаперво я пользуюсь маслицами. Если у меня нет под рукой масла ЖЖБА, я не парюсь, я любым другим маслицам пользуюсь. Но все-таки стараюсь ЖЖБА, как-то у него такая, знаете ли, репутация лучше, чем у других масел. Ну, вот, так что, нет, не промокаю, втираю, втираю в лицо, шею и зону декольте. И все. Посмотрите, какой красивый. Это вот этот лак. Ему уже много лет. Вы знаете, настолько качественный. Вот прям какой-то, я не знаю, но ему года четыре уже, вот этому лаку. Чудесный лак, цвет изумительный. Этот такой вот он зеленый. Я называю его немножечко как бы болотным. Я очень люблю вообще разные оттенки зеленого цвета. И этот в том числе. Прям вот красавчик, красавчик. Знаете, собственно, купила я его вдохновленная одним из видео Адель Ривьер. А у нее когда-то что-то наподобие вот этого лака было. Она, кстати, довольно часто красит ногти подобными вот лаками вот такими. Во всяком случае, может быть, это мне просто бросалось в глаза, потому что мне этот лак очень понравился. Вот. И я собезьянничала и начала искать нечто подобное. И купила себе этот лак. И вот до сих пор он мне служит верой и правдой, чему я очень и очень рада. Так, что вам еще сказать? Сказать мне всегда есть что, вы же знаете. Особенно с утра. Особенно, когда я только проснулась. Ну, знаете, девочки, мальчики, я сейчас пойду и сделаю все-таки кофе. Давайте сделаем кофе и по кофейникам. Ну, вот и кофе. И вы знаете, друзья, у нас закончился сахар. Вернее, сахар закончился у меня. У Сережи специальный сахар для диабетиков. А мой сахар закончился. И что меня выручает? А иной раз, когда вот ты сидишь в кафе, и тебе дают вот этих вот сахарных пакетиков больше, чем тебе нужно. И вы знаете, я не от экономности их беру с собой, а именно вот на тот самый случай, который произошел сегодня. Вот сахар закончился. Он закончился у меня еще вчера днем. Забыла купить, шла. И вот меня выручают вот эти вот сахарные пакетики, которые каким-то образом... И еще, друзья, хочу дополнить свой маникюр вот этим серебряным кулоном, вот этой серебряной подвесочкой с лабрадором. Посмотрите, как интересно, как интересно сочетается этот кулон с этим маникюром, с этим цветом лака. Посмотрите. Сейчас там, где посветлее. Так. И вот так. Посмотрите. Обалдеть! Я сейчас вот этот вот кулончик надену. Жаль, что у меня кольца такого нет. Но этот кулон куплен очень давно. Тоже вот где-то в начале нулевых. А, я даже вам скажу точно, в каком году. В 2003 году я его купила. Вот. В 2003 году я купила этот кулончик. Вот. И именно был кулончик. Как-то я не видела. Это просто прелесть и красота. Как сочетается красиво. И вот я положила на подушечку. У меня такая подушечка в виде розочки, да? Положила на нее кулончики. Вот здесь же мои маникюрчики. А кольца на мне сегодня, как всегда, множество кубических цирконов и фианитов. Ну вот, посмотрите. Жаль, жаль, что нет у меня такого кольца шикарного. Это было бы очень интересно. Но вот, к сожалению, из лабрадоров у меня только одна подвесочка. Вот это один кулон. Больше ничего из лабрадоров у меня нет. А то, что, девочки, вам понравились серьги, те, которые серьги вам понравились, были на мне недавно, да, то улексит. Он серенький и тоже вот переливается так. Вот такая красота. И вы знаете, друзья, я подумала-подумала и решила в сегодняшний жаркий день вот к этим моим красивым, шикарным просто маникюрчиком надеть колечко из прохладной ливадзии. Помните, кофе, дождик, и я сижу в кафе напротив ливадзийского дворца. Вот это, вот это. В тот день я купила это колечко. Или купила, или отложила. Но, по-моему, я его уже купила. Но, по-моему, я его просто либо не успела показать, либо купила чуть позже. Но это явно, вот это колечко, это дождливая ливадзия с зелёным камешком. Шикарное кольцо. Просто души в нём не чаю. И сегодня оно очень подходит под мой маникюр, а также под моё настроение, которое желает прохлады. Но у нас опять жара за 30. У нас 35-36 вот так вот где-то. Это так в тени. Ну, иногда выручают дождички. Ну, ничего. Вот. Так что немножечко дождливой ливадзии на безымянный пальчик к моим шикарным таким маникюрчикам. К моим шикарным маникюрчикам и лаку в стиле Адель Ривьер. Вот так вот. Что хотела сказать. Предыдущее видео было о поездке на море. И, ну, мне моя подписчица написала в комментарии, что слишком много на мне надето украшений. Вы знаете, я даже не считаю так. Ну, на руках. Вы знаете, девочки, мальчики. Я очень люблю, когда у меня на пляже надеты... Вот сейчас я сижу совершенно без колец, да? Ну, это я же еще только... Я же еще только умытая, да? И дома я кольца почти не ношу. Они мне мешают. А вот на пляжике... Я, знаете, я очень люблю кольца на пляже. Вот эти вот именно сверкающие. Потому что они так красиво сверкают на солнце. Ну, меня осудила моя подписчица, моя зрительница за то, что на мне слишком много надето серебра. А на мне надето было три кольца на руках. Браслеты я вообще не снимаю. Я о них просто забываю. Серьги, само собой. Что ж я без серег буду, что ли? Я считаю, что если дырочки есть, они должны быть заполнены. Вот. А сюда я надела две цепочки. Две таких кукурузу и ту четырехградную из новых цепочку. Они мне совершенно никак не мешают. То есть, если бы я еще надела третью цепочку с каким-то кулончиком, это было бы лишнее. Потому что она бы мне мешала. Вот. А вот эти две цепочки, я их просто не ощущала. Я просто в них была, потому что это красиво, когда здесь есть что-то. Тем более, когда купальник, я, кстати, тот купальник выбросила уже, он уже состарился совершенно. Вот. Когда у тебя открыта зона декольте, то почему бы не надеть скромные цепочки? Я считаю, что цепочки – это скромные. Значит, не надела туда какие-то бусы там или какой-то там кулон такой. Знаете, цепочка с крестиком какая-то одна или с каким-то другим кулончиком. Либо у меня, как я выбрала, две цепочки просто. Вот так висели. Вот. То есть, я считаю, что это, в общем, в самый раз. Ну, а кольца, я люблю ими любоваться, когда на них падает солнышко, и они так красиво-красиво сверкают. А ещё вот, когда у нас в речке, я купаюсь, и, знаете, в водичке, как в реке-то вода, вообще без волн. И вот так, знаете, так рукой по воде проводишь, и остаются эти борозды водяные, и в это же время сверкают кольца на руке. Вот таким образом я играю. А когда я была маленькая, я просто подбрасывала капли воды, брызги делала, чтобы они переливались и сверкали на солнце. Ой, у меня уже рука устала. Это я держу. И что хочу сказать. Я подбрасывала брызги вверх и любовалась. А сейчас я, будучи взрослой, имею возможность вот эти вот брызги надеть на пальчики. И они там у меня в виде кубических цирконов, фианитов, иногда бриллиантов. Ну, как-то я это редко ношу. Я больше люблю цирконы, фианиты. Они крупнее и безопаснее, да? Вот. И вот, чтобы они сверкали. Все бесцветными камешками. Это просто прелесть. Это такое наслаждение вообще. У меня когда-то в юности была заколка. Тогда была модная. Я подписалась на одну девочку, блогера. Вот. Ну, она там, она дизайнер. Ну, я ненадолго подписываюсь. Я иной раз подписываюсь, потом отписываюсь. Вот. Но пока еще не отписалась. Ну, в общем, да. Так вот, подписалась на одну девочку и посмотрела видео. Она такая умничка, там рассказывает о модных тенденциях нынешних в интерьере. Но при этом у нее такая оговорка была, что в Советском Союзе ничего не было, мебельные магазины были пусты. А, ну, я вежливо написала, что вообще-то мебельные магазины были полны. Но она написала, я этого не заметила. Просто, я написала, просто мы жили в разное... Вернее, ну, в детстве. Детство ее проходило в то время, когда уже они действительно были пусты. Она молодая еще девочка. Ну, я не знаю, лет, наверное, наверное, тех лет, как моя Мариночка. Вот, ну, а в мои, так сказать, детские года, я помню, мамочка, она очень... Мамочка очень любила, чтобы дома было красиво, уютно. А вот, и, ну, вот у меня излишества есть, у мамочки не было излишества. Она не любила излишеств никаких. Вот, вот у меня, как Мариночка, вы тоже, наверное, заметили, вот она любит, чтобы было пустовато. А, да, так вот, скажу вам о моих детских впечатлениях, о мебели, о мебельных магазинах. Я помню, как мамочка купила, но трильяж она не купила, потому что тогда не было, но были трюмо. Она купила новое трюмо. сервант, что там еще, стулья, стол, шифонер. Что-то, может быть, я еще забыла. Это было так уютно, красиво. И пахло дома новой мебелью. Мамочка у меня была очень чистоплотная. Мамочка, бабушка, ну, они были вообще обалденные. К каждому празднику у них была генеральная уборка. Я не знаю, я бы рухнула от такой генеральной уборки. По кофейку. Вот. Так вот, генеральная уборка – это все. Это мылость, стиралось, снималось. Буквально все. И это к каждому празднику. А праздники… Так, уборка – это само собой. А к празднику генеральная. Я не знаю, генеральную уборку сделать – это можно упасть просто. Праздники, да. Пасха. Пасху праздновали. А потом 1 мая. Это Троица. Троицу тоже праздновали. Семья у нас была не религиозная абсолютно, но по традиции как-то вот от бабушки пошло на Троицу. Троица обозначалась множеством трав и цветов дома. А вот этим она праздновалась. Пасха праздновалась. Понятно, что мамочка, бабушка, вы пекали необыкновенно и вкусноты, и качества. А эти самые, вы говорите куличики, а у нас говорят, у нас на Украине говорят пасхи. Пасочки. По кофейку. И там, в общем, слушайте, да, потом еще праздник 7 ноября был, потом Новый год был и 8 марта. Так вот, эти генеральные уборки-то с ума сойти просто. Ну и помимо генеральных уборок, уборки были вообще, вообще, конечно, они такие настолько были чистоплотные, вообще обалденно. Вот. Так вот, мебель была, и мебелью так, вот, знаете, мебелью хорошо так пахло в комнате, новой мебелью, такое осталось впечатление, да. Да, уютно, красиво. С татуэток не было у нас. Ну, я говорю, мамочка не любила этого. Вот. А ковров, ковров вот этих вот, ну, с ворсом, с ворсом ковров не было, это был дефицит. Сколько помню, их не было в магазинах, но зато в магазинах было полно молдавских ковров, очень красивых. И вот мамочка накупила молдавских ковров много, и у нас все полы были устланы. У нас дом свой был, вот, как я говорила, на той стороне соляных, над Ингулом. Сейчас мы живем ближе к Богу, до Ингула, если очень быстро идти, я за 10 минут дойду. Вот. Если не очень быстро идти, то за 15 минут я дойду и спущусь прямо к реке. Вот. А сейчас это вот, а тогда мы жили от Ингула в двух минутках, в двух минутках. То есть вышла и чуть-чуть прошла и спустилась сразу с горки, и там тебе река. Вот. Так вот, мамочка накупила ковров. У нас все полы в доме были устланы молдавскими коврами, очень красивыми. И на одной стене у нас висел ковер. Сейчас, если я не забуду, я вставлю, я вставлю в это видео ковры, в этот именно видеоролик, где я говорю о коврах. Я вставлю коврики, которыми мы пользуемся. Ну, когда я стала постарше, и вот я помню, у меня было 13 лет, это был, наверное, седьмой класс, что ли, шестой или седьмой класс. И я пошла в гости к одной девочке из нашего класса, а они приехали из Германии, ну, уже сто лет в обед, как приехали из Германии. Ну, вещи-то красивые, они служили долго. И вот у них вот эти вот ковры с таким ворсом мне очень понравились. И вот я уже говорила когда-то, шикарные сервизы, Мадонна, Розы и много очень хрусталя. Меня это просто безумно, как это, восхитило. И я просто с восхищением смотрела на всё это. Вот, сказала, что это необыкновенно красиво. Давайте по кофейку. Вот. И очень хотела тоже что-то хрустальное хотя бы. Ну, вот, мамочка, она, у нас была функциональная посуда. Я уже говорила, набор тарелок, там, всех, тарелок всех мастей, чашечек, блюдечек, всего. Как у меня есть чашечка с красной полосочкой, так у нас была вся посуда с золотыми полосочками. Вот, белая посуда с золотыми полосками красивыми. Ну, изготовление советское такое, но хорошее таки, добротное всё такое. Добротное, но функциональное. Ничего лишнего. Вот. А мне ужасно хотелось. Мне хотелось Мадонночки. Мне хотелось Хрусталика. И вот, когда я первый раз вышла замуж за Колю, это у меня хороший мальчик такой был, первый муж, Коля. Ну, вот он тоже в нашем городе сейчас живёт. Я уже говорила, такой вот он. Занимает очень солидный пост сейчас. Я не знаю, может, он уже на пенсию пошёл, не знаю. Ну, может, нет. Скорее всего, нет, потому что такие люди нужны на производстве. Таких на пенсию не пускают. Вот. Так вот, когда я за Колю первый раз вышла, в смысле, когда я первый раз вышла замуж, это был Коля. И помню, мы с ним поехали в Киев. И первая такая, как бы, покупочка моя была хрустальная ваза. Слушайте, я в Киеве добыла хрустальную вазу. Где я её купила? Я не помню. Где купила, не помню. Помню, что купила ваза под цветы. Ну, а потом уже пошло. Потом я уже покупала хрусталь. Если где-то там... Вот хрусталь тоже, да, это был дефицит. Хрусталя у нас не было. Вот. И где какая очередь вот с тех пор? Я хрусталь, хрусталь. И что вы думаете? Я не мещанка. Я далеко от мещанства. Просто есть вещи, которые мне нравятся, и есть вещи, которые мне не нравятся. И даже если они вышли из моды, мне это абсолютно безразлично, потому что мне это нравится. Девочки, следующее видео, следующее, будет о моих украшениях. Я спросила, хотите ли вы, чтобы я показала свои серебряные украшения с перламутровыми вставками. Вы сказали, да. И следующее видео будет об украшениях с перламутровыми вставочками. И если поместится, туда же войдет видео о моих украшениях из дерева. Но это будет следующее видео. Но сегодня только вот такое. То, что вы уже увидите. Друзья мои. Надеюсь, я вас не утомила. Видео мои действительно довольно длинные. Но вам это нравится. А мне это тем более нравится. Я люблю поговорить. Я люблю поделиться своими впечатлениями. Ну и мы такие с вами, как две половинки. Я люблю делиться. Вы любите слушать. И это очень здорово. Надеюсь, вам было интересно. Если понравилось, не забывайте ставить лайки. Пока-пока. Мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok